Привет! Это видео по запросу и в нем я постараюсь рассказать о своем опыте использования акварели, акрила и гуаши в раскрасках антистресс. Без особой теории, а постараюсь сосредоточиться именно на практической части применения этих красок. У меня собралась уже довольно большая коллекция. Акварель у меня есть как в ветках больших и маленьких, так и в тюбиках. И кстати, в тюбиках мне нравится использовать больше, они как-то удобнее. Есть у меня акрил. Он тоже бывает в тюбиках, бывает в баночках. И почему-то, исходя из моего опыта, акрил в тюбиках хранится лучше, засыкает не так быстро, как акрил в баночках. Ну и гуашь, которая почему-то у нас выпускается в основном в баночках, а импортная гуашь очень часто бывает в тюбиках. И еще у меня есть вот такой зверь, акриловая гуашь, которая является смесью этих двух элементов. Она обладает матовой поверхностью, как гуашь, но после высыхания становится перманентной, то есть ее не размоешь водой. Точно так же, как обычный акрил. Хоть краски я использую в основном для раскрашивания, все равно при приобретении я стараюсь обращать внимание на такие показатели, как сколько пигментов и какие входят в состав краски. Обычно это всегда указано на выкрасках. Там легко понять, например, PP это голубой пигмент, PR это красный пигмент и видно сколько их. А также обращаю внимание на вот эти квадратики, которые являются мировыми общепринятыми значками обозначения прозрачности красок. И можно посмотреть, краски бывают кроющие, бывают прозрачные и полупрозрачные. То же самое, ту же информацию можно найти на тюбиках акрила. Вот здесь очень хорошо видно темные квадратики для красок кроющих, не закрашенный квадратик для прозрачной. Также на тюбике присутствуют плюсики, это информация о их светостойкости, но это то, что меня совершенно не беспокоит. Я свои иллюстрации на стены не развешиваю после того, как раскрасила. Информацию о пигментах я стараюсь наносить на свою выкраску. Вот, например, здесь железоокисная красная в палитре от ленинградской акварели. Сразу видно, насколько она более кроющая по сравнению с другими красками, которые прозрачные и лессировочные. Ну, вообще, у Невской палитры, конечно, большинство оттенков все-таки прозрачные и такие звонкие оттенки. Кроющих не очень много. Покажу вам то же самое на примере моего акрила. Вот, сразу видно, когда цвет такой меловой, очень плотный. Это акрил кроющий. А вот акрил прозрачный. И, например, если вы купите прозрачный акрил, у вас не получится его ровно нанести на фон, чтобы не видно было мазков. И вы будете думать, что это просто некачественная краска. А на самом деле, это просто ее неучтенные свойства. Вот два тюбика вроде выглядят одинаково, а за счет своей прозрачности и полупрозрачности на бумаге будут выглядеть совершенно по-другому. И не кроющей краской у вас вряд ли получится сделать ровный фон. Так что обращайте внимание на обозначение на тюбиках. Давайте проведем тест укрывистости. Я нарисовала черную линию. Ну, знаете, всеобщее проклятие раскрасок это черные линии, которые все стараются как-то замазать. И первый у нас это акварель. Понятно, что здесь ни о какой укрывистости и о способности что-то перекрыть и речь и не идет. Следующий возьмем куашь похожего оттенка. Как я люблю вот эту жирненькую, кремообразную, пастообразную текстуру гуаши, вам просто не передать. И здесь, конечно, дело обстоит гораздо лучше. И в один слой, и даже в два слоя. Если вы не в курсе, то гуашь точно так же можно водой доводить до более прозрачного состояния. Хотя, все же, ее основной чертой является как раз непрозрачность. Там специальные, я так понимаю, добавки добавлены в красочку. И поэтому размыть ее до чистого и прозрачного тона не получится. Теперь возьмем акрил разной степени укрывистости. Начнем мы с маймери, которые я просто обожаю. Они мне очень напоминают масляные краски своей плотностью и жирностью. Здесь видно, что они полупрозрачные. И смотрим, что у меня получится закрасить и как он будет выглядеть. Все же больше похоже на акварель. И совсем не такая кроющая способность, как у гуаши. И тоже с помощью воды, пока краска еще свежая, можно сделать переходы, размытие и добиться плавного перехода тона. Но это только пока краска у нас еще не высохла. Поскольку, напоминаю, что основное различие между акрилом и акварелью, ну, кроме там и химического состава, той базы, на которой они делаются, это их перманентность. То, что акварель вы можете размывать водой столько, сколько у вас выдержит бумага. Сам пигмент будет от воды каждый раз активироваться и размываться. А акриловая краска все-таки высохнув, является уже застывшей, но мертво. И вы ее не размоете. И нужно помнить об этом, когда вы выбираете, чем сокрасить фон в раскрасках. К примеру, у меня был негативный опыт, когда я вначале сделала фон и темной акварелью делала и гуашью, а потом центральную часть раскрашивала акварельными карандашами и инктенцами. И при размытии получалось, что вода немного затекала на фон и он размывался, получалось не очень аккуратно. Если бы я сделала его акрилом, то этих проблем мне удалось бы избежать. Поэтому вот это большой плюс акрила. Смотрите, очень хорошо видна разница, насколько кроющими являются гуашь. И краска акриловая, которая обозначена на выкраске полным таким закрашенным квадратиком, то есть кроющая краска. Вроде все похожи, но кроме цвета есть еще и дополнительные свойства красок, о которых не стоит забывать. И еще один момент, о котором меня очень часто спрашивают, это как я закрашиваю эти ненавистные мне черные линии. Вот здесь у нас белила гуашевые. Одни из них титановые, а одни из них цинковые. Я, как полный чайник, раньше совершенно не знала, чем они отличаются. И только почитав теорию, узнала, что белила титановые являются как раз кроющими. Их я использую в книгах для того, чтобы скрыть линии. А белила цинковые используются для составления смеси, для того, чтобы получить осветленные оттенки гуаши. И ими ничего не получится перекрыть. Я думаю, что разница сразу же ощутимо видна. Если у вас, например, такой же набор мастер-класса, как у меня, то там были две баночки цинковых белил и ни одной титановой. Титановые я покупала отдельно. И если бы у меня были только цинковые, у меня бы абсолютно ничего не получилось. Поверьте, что при втором проходе титановые белила полностью скроют черную линию, а цинковые, сколько бы я их ни наносила, мне в этой тяжелой задаче совершенно не помогут. Можно их, конечно, но вот даже если я очень-очень густо наношу, все равно не получается. Ну и поверхность уже такая неровная. Поэтому тоже смотрите на то, какие белила у вас есть в наборе. И считаю, что титановые белила, это один из необходимейших элементов при раскрашивании, которые даже новичкам стоит покупать. И они помогают сделать огромное количество эффектов в раскрасках. Среди акриловых красок точно так же бывают белила титановые, белила цинковые. И точно так же одни кроющие, а вторые нет. Следующий момент это вопрос о кистях. Для акварели я использую гораздо более мягкие кисти, или же натуральные, или же синтетику, которые сейчас делают уже весьма похожие на натуральные. А для гуаши и акрила понадобятся гораздо более жесткие кисточки, синтетические, конечно же. И что еще очень важно, когда вы раскрасили акрилом, не ленитесь сразу же бежать и промывать ваши кисти. Отмыть кисть, на которой акрил начал засыхать, это совершенно невозможно. Ваша кисть будет испорчена. Скуашью и акварелью это не так срочно. Можете спокойно дорисовать и идти промывать вашу кисть. А акрил промедлением не терпит. Теперь я хочу потестировать перманентность, то есть способность размываться водой после высыхания первого слоя. У меня, к сожалению, отвратительная бумага. Я взяла вот здесь для того, чтобы тестировать. Это вроде как акварельная, но еще с текстурой яичная скорлупа. В общем, она мгновенно пигмент впитывает и совершенно не позволяет делать отмывки, идет катышками. Но вообще, чему удивляться, точно такая же бумага у нас в большинстве раскрасок. Так что, может быть, я и правильную взяла бумагу для тестирования. В 90% раскрасок нас ничего лучшего и не ждет. Видите, что хоть и грязновато, но акварель размылась. В гуаше очень хорошо видно, как при попадании воды. Она сразу же течет и теряет свою бархатистость. И с акрилом не делается ничего. Если чуть размазывается, то это потому, что я поторопилась. Еще у меня жирненький акрил не полностью высох. Да и кисточка, наверное, не полностью еще чистая. Поэтому есть какие-то потеки розового. Но еще немного подсох бы нижний слой. И акрил бы высох и не доставлял проблем. Теперь хочу показать выкраску своей гуаши «Невская палитра». Думаю, что... Пока на экране я буду делать выкраску своего набора «Гуаши мастер-класс». Хочу напомнить вам еще о таком очень важном различии между красками, как порядок работы. Думаю, вы знаете, что акварелью мы всегда работаем от светлого к темному. Если мы хотим сделать какой-то блик на предмете, мы просто оставляем этот участок незакрашенным. И постепенно, лисировками, добавляя цвета, мы добиваемся картинки нужной яркости и нужной контрастности. Что же касается гуаши и акрила, здесь у нас больше свободы действий. И если вам хочется, то можно работать и от темного к светлому. Благодаря наличию красок-кроющих, можно положить светлый тон поверх темного, он его перекроет. И можно, например, белый блик, белый гуашь или белым акрилом сделать в качестве последнего штриха вашей работы. И мне кажется, что для новичков, ну или по крайней мере так для меня, это гораздо более простые материалы, когда есть право на ошибку, когда ты знаешь, что ты всегда можешь исправить, если ты где-то слишком перетемнил. Акварель не является такой прощающей техникой для новичков. Там сложно сделать отмывки, если ты где-то слишком густо наложил тон, особенно на бумаге в раскрасках, которая вообще никаких отмывок обычно не позволяет делать. А с гуашью и акрилом взял красочку посветлее, подправил, и мне в этих красках, им это их свойство кажется очень важным, и оно мне очень нравится. Также, как мне кажется, очень интересно комбинировать эти краски в рисунках. Например, представьте, если у вас сложный пейзаж, то можно акварелью сделать фон, такой прозрачный, уходящий, например, какой-то вдаль пейзаж, а объекты на переднем плане прорисовать плотной гуашью или плотным акрилом. И таким образом, очень легко можно добиться этой разницы между передним и задним планом, картинка сразу же приобретет глубину. Вообще, я очень люблю именно сочетание материала в раскрасках. Мне кажется, что именно при этой технике создаются самые интересные работы. Теперь, что касается сочетания этих красок с карандашами. Исходя из моего опыта, на акварель ложатся здорово абсолютно все виды карандашей. У меня не было проблем ни с призмами, ни с колорсофтами, ни с кохинор-манделузами. Поэтому здесь акварельная подложка просто замечательно спасает, даже если у вас какие-то бюджетные карандаши, которые не очень пигментированы. Акварель поможет. Что касается гуаши и акрила в какой-то степени, здесь дело сложнее. Поскольку краски более густые, они могут ложиться на картинку не очень ровными мазками. То есть, оно внешне выглядит как ровное, но все же от кисточки могут ощущаться некоторые штрихи. И поэтому при нанесении, например, очень мягких карандашей типа призм, на подложку из гуаши и акрила могут оставаться тоже проплешины и ровной тонировки. У меня не всегда получается, в зависимости от того, как краска легла. А вот карандаши более твердые, особенно на масляной, а не восковой основе. К примеру, это мой набор шведских карандашей от Printworks. И даже мои бюджетные карандаши Faber-Castell Eco. Вот они тонким слоем гораздо лучше ложатся на гуашь и на акрил. Поэтому здесь все зависит от того, какие карандаши у вас есть в наличии. Потестируйте. Можно обязательно подобрать тот тип карандашей, который подойдет на подложку из красок. Но в сочетании обычно карандаши и краски работают замечательно. Это техника, которую тоже стоит освоить, потому что легко карандашами подправить какие-то ошибки, если вы, например, не особо аккуратно прокрасили фон вокруг сложных объектов. И карандаш здесь придет на помощь, поможет, опять же, углубить тени и что-то доработать. Просто подберите нужную пару. Это уже опытным путем, исходя из сочетания бумага, плюс краска, какой она у вас густоты и свежести, плюс свойство твердость карандаша. И последнее, о чем мне бы хотелось сказать в этом видео, это то, как мы добиваемся более светлого оттенка. Понятно, что к акварели мы добавляем водичку, разбавляя пигмент. Здесь вопросов нет. К акрилу я тоже обычно добавляю воду, чтобы добиваться более светлого цвета. А можно и смешивать краску с белым акрилом. А вот в гуаши, например, добавление воды, мы этим не добьемся ничего хорошего, на мой взгляд. Только краска будет ложиться не плотным матовым, красивым бархатистым слоем, а какими-то пятнами. И основная методика осветления гуаши, это, как я сейчас показываю, добавление цветной краски в белую краску. Поэтому сразу же мой вам совет, покупайте большую банку белой гуаши, ну и тоже большую баночку белого акрила, если у вас акрил. И уже к ним потихоньку добавляйте оттенки. В зависимости от того, сколько добавите, можно получить множество, огромное множество вариаций цветов. Смотрите, из такой пронзительно темно-фиолетовый можно смешением с белым получать очень красивые оттенки сиреневого всевозможные. А если туда еще капельку голубого или капельку малинового, вообще просто замечательная палитра оттенков получится из такого базового набора гуаши, как у меня, например. Так что воду гуаши не советую, а смешивайте с красками, с белой краской. Это, собственно, был мой небольшой обзор моего опыта использования трех видов красок в раскрасках индистресс. Буду рада, если вы поделитесь вашим опытом. Если я забыла ответить на какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Надеюсь, что хоть немного мой обзор будет для вас вдохновляющим, чтобы попробовать, если вы еще не пробовали использовать краски в наших книгах, или же не бояться их использовать смелее для раскрашивания всей иллюстрации, если вы уже базовые техники, как закрашивание фона, уже освоили. Спасибо за то, что посмотрели. Встретимся в следующих видео. С вами была Алена. Пока!